Российский химчисткий прибор строителей получит растворитель производства Волгоградского завода Химпром. На предприятии состоялся запуск производства перхлоротилена, применяемого для сухой чистки одежды, а также обезжиривания приборных плат. Опытная наработка вещества была произведена в прошлом 2011 году, а уже весной этого года продукт запустили в производство. Планируется, что для получения перхлоротилена будут перерабатываться хлорорганические отходы. В дальнейшем производственные мощности по еще применяющемуся в России на уже запрещенном в Европе устаревшему трихлоротилену на ВОО Химпром могут быть перепрофилированы на выпуск перхлоротилена как более востребованного продукта. На презентации новой линии, расположенной в цехе номер 20 на ВОО Химпром, руководству завода чиновникам и журналистам рассказали об особенностях производственного и технологического процесса. Жидкость, которая проходит снизу, откидывается за счет центробежной силы на периферию, откуда легколетучие жидкости должны подниматься вверх по трубопроводу, по трубе уходить на холодильнике, а низкопипящие спускаются по переливным патрубкам на невращающуюся тарелку. Невращающиеся тарелки опять навращаются, которые опять откидывают. Итак, в течение идет деление по слоям. Тяжелые должны уйти вниз, тяжелая фракция, легкая фракция, то, что нам необходимо отогнать, ну, в приемнике и так далее. Лаборатория контролирует технологический процесс по всем стадиям производства перхлоротилена, начиная от исходников, то есть исходного сырья, которым является смесь хлороуглеводородов марки А, до конечного продукта перхлоротилена. Также в функции контролеров отдела технического контроля входит контроль за фасовкой, маркировкой и отгрузкой готового продукта. Данное производство новое. Именно под это производство приобрелось для нас новое оборудование. Кроматографический комплекс с программным управлением, который позволяет с высокой точностью проводить опыты контрольные. Персонал работает, квалифицированные, обученные, специалисты. Объем инвестиций в проект порядка 5-7 миллионов рублей. Ожидается, что новое производство выведет предприятие затянувшегося кризиса. Об этом говорили представители главного акционера завода компании Ростехнологии и самого предприятия, а также региональной городской властей. Речь сейчас не идет об экономическом эффекте именно для государственной корпорации. Речь идет о возрождении химического гиганта «Химпром». И очень символично, что именно на таком предприятии, который находится сейчас в сложном финансово-экономическом положении, открывается новое производство именно востребованного химического вещества, который востребован как на мировом, так и на внутреннем рынке. Прежде всего мы связываем надежды с возрождением завода, с его инвестиционной привлекательностью. На данный момент производственные мощности на основе переработки отходов рассчитаны на 90 тонн перхлоротилена в месяц. Его рыночная стоимость колеблется в зависимости от рынка от 60 до 110 тысяч. Соответственно, выручка от 6 до 11 миллионов в зависимости от того, где мы найдем применение перхлора. То есть, если мы его найдем в химчистках, то это стоимость от 80 до 110 тысяч рублей за тонну. Если это промышленное применение, то там стоимость от минимума 60 тысяч. Показать, что химпром, даже находясь в процедуре банкротства, способен создавать что-то новое и запускать новые производства, особенно по продуктам, производство которых в стране утеряно, я считаю, это очень важное событие и для химпрома, да и, может быть, для всей химической отрасли в целом. Это важный шаг, важное событие, которое подтверждает то, что здесь трудоспособный творческий коллектив, который в этих непростых условиях находит возможности реализовывать новые проекты, находить возможности выпускать новые виды и осваивать производство новых видов продукции. Несмотря на то, в каком экономическом состоянии находится предприятие химпром, оно является районнообразующим предприятием Кировского района. И очень здорово, очень символично, что буквально неделю назад мы отмечали день рождения завода, день химика, и буквально через неделю здесь открыто новое производство. Это на сегодняшний день уже минимум 30 рабочих мест, и я думаю, что дальше это производство будет развиваться, и люди, которые проживают в Кировском районе, будут на нем работать, соответственно, у них будет увеличиться зарплата. И очень здорово то, что нынешняя администрация предприятия показала, что не только можно разговаривать и какие-то прожекты определять, но и внедрять это производство. К сожалению, в последнее время много было разговоров о том, какие производства можно развивать на химпроме, но вот это первая ласточка, и я думаю, что если дальше так пойдет, будет очень здорово и району, и заводу вместе взятым.